В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. В рамках мероприятия будут обсуждаться проблемы мировой экономики, привлечения в Россию зарубежных инвесторов, поиск новых источников роста в условиях западных санкций, антикризисные меры и вопросы денежно-кредитной политики. Президент России Владимир Путин встретится с главами крупнейших инвестиционных и суверенных фондов мира, а также с руководителями российских промышленных компаний. Предполагается, что на форуме подпишут около 70 соглашений с участием как бизнеса, так и власти, а также ряд крупных контрактов. Делегация НАО также примет участие в мероприятиях форума. Глава делегации Игорь Кошин уже подписал трехстороннее рамочное соглашение о сотрудничестве с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым и президентом Ростелекома Сергеем Калугиным. Сегодня такие соглашения были заключены с шестью регионами, в том числе с Минским автономным округом. И это позволит нам до конца года провести высокоскоростной интернет в шести населенных пунктах. Это Оксино, Лаборская, Тельбис, Кокоткино, Бугарино и Шойно. Нужно отметить, что изначально в графике подключения НАО стоял где-то на 2018 год в планах министерства, но благодаря плотной работе как губернатора округа лично с министром Николаем Никифоровым, так и сертов администрации компании Ростелекома нас удалось перенести на 2015 год. В программе первого дня Петербургского экономического форума обсуждение перспектив российско-японского и российско-индийского экономического взаимодействия, мероприятие делового форума Шанхайской организации сотрудничества, рассмотрение проблем во взаимодействиях между ЕС и ЕАЭС, а также усиление роли стран БРИКС в международной финансовой системе. Петербургский международный экономический форум проходит под девизом «Время действовать совместными усилиями к стабильности и росту».